Для российских автомобилистов официальная дата наступления зимы в каждом регионе будет своя, если Госдума одобрит проект о назначении штрафа за нарушение закона о зимней резине. Что думают об этом водители Мирного и когда в столице Алмазного края принято менять летние покрышки на зимние, узнала Лариса Удовенко. У каждого водителя свои представления о том, когда начинается зима. Вроде бы все ясно, дорога в снегу, меняем покрышки. Но передние колеса этого ведомственного УАЗика до сих пор в летней резине. Шипы только на задней паре. Нормальная резина. Как дадут, так и перерываются. Подобное легкомыслие может стоить жизни. Или штрафа в 500 рублей за несоответствующую сезону глубину протектора. В основном аварийность происходит из летней резины. Они перебываются, думают, что потом, потом. Вполне возможно, что вскоре штрафовать будут и за резину не по сезону. В Думе готовят закон, который установит четкие периоды использования сезонных шин. Правильно, конечно, надо. Серьезно, потому что аварий больше из-за этого происходит. В каждом регионе зимний период законодатели предлагают определять по климату. Но не меньше трёх месяцев с декабря по март. Северяне переобувают свои автомобили гораздо раньше. На авторынке три вида зимних покрышек. Шипованные хороши в гололёд. Липучка подходит для снежной каши. Есть и комбинированный вариант. Каждый выбирает, исходя из своего водительского опыта. С прошлого года в российских правилах дорожного движения есть чёткие характеристики зимней резины. Глубина протектора не меньше четырёх миллиметров и наличие спецмаркировки. Это маркировка английской буквы М плюс С и наличие горной вершины со снежинкой. В Госдуме предлагают штрафовать на 2000 рублей за использование зимой летней резины, а летом шипованной. Пока этот проект не принят, значит и штраф не накладывается.